Не важно, вы можете даже проголосовать за кандидата из списка партии, которую вы поддерживаете, но если вы поставили отметку только за кандидата, а не поставили за партию, ваш бюллетень будет считаться недействительным. Если партия его поставила в окружном списке на 12 место, на последнее, но этот человек уважаемый, заслужил доверие избирателя, имеет имя, имеет репутацию и вы будете за него голосовать, то он имеет возможность таким образом переместиться на первое место. Это более сложная система, но она дает нам больше возможностей как избирателям. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Гость в студии» и я, ее ведущий Александр Катунцев. 25 октября в Украине пройдут выборы в местные органы власти. 5 сентября официально стартовала избирательная кампания. В этом году украинцы будут голосовать по новому избирательному кодексу и с новыми бюллетенями. Что нужно знать о грядущих выборах, кого будем выбирать и как голосовать? Обо всем этом поговорим с главой Одесской областной организации, комитет избирателей Украины Анатолием Бойко. Здравствуйте. Добрый день. Анатолий, эти выборы, наверное, как и все предыдущие, обещают быть сложными, скандальными и грязными. Я так думаю, по крайней мере. И дело в том, что еще до начала избирательного процесса об этом говорили много фактов. Но поговорить сегодня хочется не об этих скандалах, а вот о чем. Как я уже сказал в начале нашей программы, что в этот раз украинцы будут голосовать по новому избирательному кодексу. Так вот, я честно пытался разобраться в этой новой, на мой взгляд, довольно сложной системе. Сложная система и формирования избирательных комиссий, сложная система подсчета голосов, распределения депутатских мандатов и так далее. Но, как я думаю, эти трудности в основном касаются членов избирательных комиссий. А вот что нужно знать и понимать рядовому избирателю? И на что надо обращать внимание при голосовании? Ну, рядовому избирателю нужно знать и понимать, кого мы избираем прежде всего. То есть мы избираем сейчас местные советы и мэров. То есть мы избираем не президента, не Верховную Раду Украины, а именно органы местного самоуправления, которые определяют решение широкого круга вопросов, как принято говорить, непосредственно в наших городах, поселках, районах и областях. Если говорим об Одессе, то одесситы в день выборов, придя на избирательные участки, получат 4 бюллетеня. Это бюллетень за мэра города Одессы, это бюллетень за депутатов Одесского городского совета, бюллетень за депутатов Одесского районного совета, появляется у нас теперь такое образование, новое образование. И чуть позже я попрошу вас разъяснить, что это такое. Да, и бюллетень за депутатов Одесского областного совета. То есть 4 бюллетеня. Городской и областной советы, я думаю, для основной массы телезрителей и основной массы избирателей понятны. Что за появился районный Одесский районный совет? Одесский районный совет – это новое административно-территориальное образование. То есть новая единица, новое явление. Такого раньше не было. Возник он и был сформирован в рамках второго этапа административной реформы. То есть раньше у нас в Одесской области было 26 районов. Сейчас они все объединены в 7 районов. При этом создан один новый район, который раньше не был – это Одесский. Включает он в себя территорию бывших Авидеопольского, Беляевского районов, если я не ошибаюсь, Лиманского и, собственно, города Одесса. То есть, по большому счету, это формализация такая негласная, но формализация той агломерации, которая сложилась вокруг Одессы. То есть это получается такая Одесса-эрия. Большая Одесса. Что касается все-таки самого механизма. Насколько я знаю, помимо того, что каждый избиратель получит 4 бюллетеня, в эти бюллетени будут несколько иначе выглядеть. То есть там мы голосуем, помимо того, что за партию как таковую, мы еще голосуем конкретно за отдельных кандидатов в депутаты. Да, совершенно верно. Разъясните, пожалуйста, и зачем это сделано, что это дает, что это дает избирателю и что это дает кандидату. Значит, ну, как я уже сказал, 4 бюллетеня, один за мэра и три за депутатов разных советов. Они, вот, соответственно, так и будут разделяться по своему виду и по своему функционалу. То есть бюллетени за мэра мы голосуем только за персону, за личность. За кандидата в мэры, в принципе, как обычно, ничего тут не меняется особо. Кстати, кандидаты в мэры могут выдвигаться не обязательно от партии, они могут быть самовыдвиженцами. Да, тут, слава богу, у нас оставлена возможность самовыдвижения, потому что в партиях у нас искусственно создана партийная монополия решением Верховной Рады. Но вот, к сожалению, те политические партии, которые находятся в Верховной Раде, они пошли, думали прежде всего о своих личных сугубо политических узких интересах. И решили, что во всех населенных пунктах, где больше 10 тысяч избирателей, можно выдвигаться в местные советы только от партий. Что, на мой взгляд, крайне вредно и негативным образом скажется, потому что у нас-то партий за пределами города Одессы, если честно сказать, нет. У нас и в Одессе далеко не все политические партии имеют, даже парламентские имеют офисы и ведут публичную деятельность. — Перейдем все-таки к голосованию. Что касается мэров, понятно, мы голосуем персонально за каждого, причем это не обязательно привязываться к политической партии. Они могут как быть выдвиженцем партии. — Да, но не за каждого, а за кого-то одного. — Да, за кого-то одного. Кстати, распределяются по списку они… — По алфавиту. — По алфавиту. Там нет у них жеребьевки, так сказать. — Нет, нет. Мэры все достаточно просто, там они распределяются по алфавиту и придя на избирательный участок, вы должны проголосовать за кого-то одного, выбрать одного кандидата, за него поставить галочку, плюсик, какой угодно другой знак, который подтверждает вашу поддержку ему. — Понятно. Давайте тогда разберемся с депутатами районных, городских, областных советов. Что там? Там несколько иначе, я так понимаю, выглядит бюллетень, и голосование там тоже происходит несколько иначе. Непривычно, я так понимаю, для избирателей. — Да, там новая система предложена нам в этот раз для голосования. Бюллетень будет состоять условно из двух частей. Первая часть, назовем ее левая колонка, да, в ней будут находиться названия политических, партий, и под каждым названием, вот название политической партии, и под ней имя, фамилия, отчество, номера первого в списке кандидатов в депутаты, допустим, городского совета от этой политической партии. То есть, ну, партия и, да, и ФИО первого номера, да, первого человека в списке от этой партии. Он проходит, городской совет гарантирован, если партия преодолевает 5-процентный барьер. И рядом, вот, получается, с названием партии будет знакомый нам квадратик для проставления, опять же, галочки, плюсика, какого угодно знака. Параллельно, параллельно с этой левой частью будет идти правая часть, в которой вот название партии, и рядом с этим названием по горизонтали будет список кандидатов от этой партии в данном округе. То есть, от одного, каждая партия имеет право на каждом округе выдвинуть список от 5 до 12 кандидатов в депутаты. Это ее решение, сколько кандидатов выдвигать. И, соответственно, мы можем видеть, вот, партия А, номер первый от нее такой-то, это слева, а справа на том же уровне, допустим, 6 фамилий, 6 инициалов кандидатов от этой партии. Фамилия, инициалы, когда я говорю, я имею в виду фамилия, имя, отчество. То есть, со второго номера и все кандидаты от этой партии, которые будут участвовать? Нет, там своя очередность. Они имеют в каждом округе, они будут пронумерованы от 1 до 6 или до 8, до 12, в зависимости от количества. То есть, соответственно, за партию мы ставим галочку, а если мы какого-либо кандидата от этой партии поддерживаем, то мы проставляем, там будут специальные трафареты, как на почтовых конвертах, мы проставляем номер этого кандидата. То есть, допустим, пришли, выбрали партию, поставили галочку или плюсик и вписали 1 или 2 или 3 или 4 в соседнем... Ну, в таком окошке, я так понимаю. Да, в соседней ячейке вписали номер того кандидата, кого вы поддерживаете от партии, от этой партии по этому округу. Тут важный момент. Если вы ставите галочку только за партию, а не вписываете номер, то бюллетень считается действительным, но тогда голос уходит только партии и считается, что подобным голосованием вы одобрили ту очередность в списке, которую установила партия. То есть, ничего не меняется. Если вы проставили галочку за партию, а в списке от этой партии вам нет кандидата, которого вы хотели бы поддержать, и вы дальше по списку кандидатов увидели в списке от другой партии, от другой партии увидели человека, которого вы хотите поддержать, и вписали его номер вот там, где возле него стоит ячейка, то тогда ваш голос ему не уйдет. Ваш голос все равно уйдет партии, которую вы поддержали изначально как партию. Но бюллетень не будет считаться испорченным. Бюллетень не будет считаться испорченным. Если, опять же, если вот в той графе вы проголосовали за партию, и вот в графе рядом со списком ее кандидатов, вы поставили какой-то плюсик, галочку, абракадабру, написали число больше, чем число кандидатов, в этом списке, то, опять же, голос уйдет только за партию. Бюллетень считается испорченным, если вы не поставили галочку за партию, а проголосовали за какого-либо кандидата. Неважно, вы можете даже проголосовать за кандидата из списка партии, которую вы поддерживаете, но если вы поставили отметку только за кандидата, а не поставили за партию, ваш бюллетень будет считаться недействительным. Ну, опять же, если вы поставили больше, чем одну отметку за партией, если, в принципе, невозможно понять ваши воли и изъявления, бывает так, что всех обозвали, одним написали, молодцы, ну, все, бюллетень испорчен. То есть, очень просто, проголосовали, выбираем партию, которую хотим поддержать, ставим за нее галочку, смотрим, переводим взгляд правее, смотрим на список кандидатов от этой партии, выбираем того кандидата, который наиболее подходит, симпатичен, внешает доверие и так далее, симпатичен я имею в виду не внешне, а как кандидат. Хотя некоторые у нас выбирают и так. Вписываем его номер. Что это дает и зачем затеяна такая сложная система? Такая сложная система, ну, во-первых, это не изобретение наше украинское, это так называемые открытые партийные списки, существуют они во многих странах мира, дают они возможность, на самом деле, избирателю больше влиять на то, кто именно попадет в совет. Потому что раньше было как? Нам, вот, допустим, есть политическая партия, которую мы поддерживаем, у нее лидер, который, ну, да, вот готовы голосовать, но список они дают такой, что глаза от стыда хочется спрятать куда угодно поглубже, и ты находишься перед дилеммой. Или поддержать партию, или не поддержать партию, которая тебе нравится, потому что люди, которые списком, но они отвратительны, да, или поддержать партию, но получается, что ты становишься заложником внутри партийной, будем говорить откровенно, коррупции, потому что мы знаем, что места продаются по лояльности и так далее, и так далее. Мы же знаем, как формируется проходная часть списка. Да, вот, а вот в этой ситуации проходная часть списка, как явление, во многом нивелируется. Почему? Потому что вы, вот, именно тем, что вы вписываете номер конкретного кандидата, вы в определенной степени нивелируете решение партии. То есть, если партия его поставила в окружном списке на 12 место, на последнее, но этот человек уважаемый, заслужил доверие избирателя, имеет имя, имеет репутацию, и вы будете за него голосовать, то он имеет возможность таким образом переместиться на первое место. И таким образом, соответственно, партийное руководство теряет вот эту монополию на решение, кто же будет депутатом, а, соответственно, в совет могут попасть больше достойных людей. Но для этого нужно, чтобы мы, граждане, включили сознательность, разум свой, мозги, и понимали, что, во-первых, для нас это шанс получить более достойных депутатов, во-вторых, смотрели и заранее определялись по своему округу, от какой партии, кого из списка этой партии мы хотим поддержать. И придя на участок, делали. То есть, это в наших руках рычаг. Да. Ну и это прекрасный механизм, на мой взгляд, борьбы с политической коррупцией. Однозначно. Там, правда, оставлена небольшая хитрость законодателям, как всегда. То есть, для того, чтобы поменять свое место, недостаточно набрать просто много. Надо преодолеть еще один внутренний барьер, набрать больше, чем 25% избирательной квоты. Например, то есть, стоимость одного мандата в голосах, допустим, 4000 голосов. И для того, чтобы поменялась вот эта очередность с 12 на 1, нужно набрать не меньше 1000 голосов. Четвертая часть, получается. Да, 25%. 25%. Я об этом говорю. Почему это важно и почему я в определенной степени возмущен и считаю, что неправильно, что это в принципе существует, вот это ограничение. Потому что у нас может быть вполне ситуация, когда первый номер, который партия определила первым, наберет 995, а последний наберет 12, наберет 999. Но очередность не поменяется, потому что вот этот барьер непреодолен. Поэтому это, конечно, не приговор, это хитрость, которая, опять же, оставлена искусственно партийными воротилами для того, чтобы в своих руках сохранить возможность контроля и манипуляции, к сожалению. Но в наших силах, опять же, в силах избирателей это поменять, если мы консолидированно, осознанно будем голосовать. Вот видим в списке порядочного человека, внушающего доверие, имеющего репутацию и ведущего реальную кампанию, предлагающего реальную какую-то программу. Мы приходим и вписываем обязательно номер. Да, мы поддерживаем эту партию стратегически, но мы считаем, что конкретно от нее должен быть не первый номер, а 12 или 11 или 10. Ну, то есть, может и первый будет порядочным. Я не знаю, я не против конкретно первых номеров. То есть, такой механизм существует и возможность такая есть. Да, поэтому это более сложная система, но она дает нам больше возможностей как избирателям. Ну, замечательно. Я так понимаю, что, в принципе, на этом заканчиваются все сложности для избирателей. То есть, то, о чем мы говорили. По большому счету, да. Да, вот это то, что нам надо знать избирателю, и это важно. Да, голосование в районный совет и в областной совет по тому же принципу, там бюллетени такие же, как вот мы только что обсудили относительно городского совета, тоже партии и кандидаты. Ну, вот, чтобы подытожить, я же говорю, за мэров мы голосуем просто по старинке, как обычно, за конкретного человека. За персону, да. Да, за персону. А что касается депутатов, чтобы наши телезрители запомнили, там должны быть две отметки, я так понимаю. За партию и за конкретного кандидата, которого вы поддерживаете. За партию ставим плюсик, за кандидата пишем его номер. Рядом с этим. Ну, вот, на том же уровне, где и плюсик, там будет соответствующее отделение. Еще один вопрос, касается он тоже нового избирательного кодекса. Дело в том, что по вот этому новому избирательному кодексу стало проще голосовать без регистрации по месту фактического проживания. То есть, изменить свой избирательный адрес можно гораздо проще. И вот, согласно этим изменениям, которые были внесены в избирательный кодекс, это можно сделать онлайн даже, если я не ошибаюсь. Да, еще несколько дней осталось для такой возможности. Но, в результате вот этих изменений, скажем так, для недобросовестных участников избирательного процесса появилась возможность использовать это в качестве фальсификации. И я, чтобы не быть голословным, приведу в подтверждение своих слов следующий пример. Вот, еще 4 августа Центральная избирательная комиссия во время заседания обратилась в полицию по поводу подозрительного массового изменения избирательных адресов в Одесской области. Эти факты были обнаружены на территориях Каролина-Бугасской сельской, а это Белгороднестровский район, Таировской поселковой и Фонтанской сельской, а это Одесский район, территориальных общин Одесской области. Так вот, я просто, я же говорю, я взял абсолютно, как говорится, не то чтобы там показательно, а просто в качестве примера привел вот эти вот данные. Как вы прокомментируете эти факты и вообще можно ли бороться с такого рода действиями? Это пока не фальсификации, но это можно рассматривать как подготовку к каким-то фальсификациям. Ну, смотрите, то есть, во-первых, те изменения относительно избирательного адреса, которые приняты, это инструмент. Инструмент любой можно люди с добрыми намерениями и чистой совестью используют для правильных дел, а те, кто хотят что-то фальсифицировать, они любой инструмент рассматривают с точки зрения, а что нам с ним можно сделать и обойти закон. То есть, поэтому эта ситуация всегда возникает, когда там какое-то количество используют по прямому предназначению, то есть для упрощения процедур, для облегчения, для получения для подобных возможностей, а какая-то часть обычно это меньше, но все равно она существует, используют для попытки обойти и для попытки извратить. Вот тут имеем ту же самую ситуацию, это первое. Второе. Зачем приняты эти изменения? У нас абсолютно распространенной является ситуация, когда многие люди переехали уже многие годы в Одессу из районов Одесской области или переехали из одной области в другую. Многие годы живут уже в каком-то городе, имеют семьи, имеют работы, но не имеют, допустим, недвижимости, по понятным причинам это не так дешево. А нет недвижимости, нет официальной регистрации, нет официальной регистрации, как раньше, невозможно привязать избирательный адрес, нет избирательного адреса, нельзя голосовать за городской совет, за мэра города, где у тебя уже там чуть ли не внуки подрастают. Глупая ситуация, глупая ситуация, неправильная. Многие люди, соответственно, не могли из-за этого голосовать и на выборах местного самоуправления, и на выборах депутатов Верховной Рады по мажоритарной составляющей. Поэтому принято было решение упростить эту процедуру, там расширен перечень оснований, на которых можно теперь получить избирательный адрес, если ты желаешь. При том, что процедура такая, в той точке Украины, где ты был раньше, тебя вычеркивают, в Одессе, допустим, тебя вписывают. Все, нет дубляжа, ты не можешь голосовать и там, и там, и там. Ты просто забираешь свое право голоса оттуда, сюда, где ты, как гражданин, хочешь его реализовать. То есть, в сути, идея правильная. Что произошло в Затоке, в Каролина-Бугазе и Таирова? Произошло то, что там совпало несколько факторов, которые делают подобные процессы интересными, скажем так. Во-первых, это огромная стоимость земли. Затока, Каролина-Бугаз, Таирова, огромная стоимость земли. То есть, землей у нас распоряжается кто? Местные советы и мэры. Соответственно, имеет смысл бороться. С одной стороны, в Одессе тоже имеет смысл бороться. Но есть разница. В этих населенных пунктах относительно маленькое количество, скажем так, аборигенных избирателей. Ну, местных, тех, которых действительно там живут многие годы. И, соответственно, количество избирателей, которых туда нужно допрописать условно, для того, чтобы сформировать нужный баланс и повлиять, оно реалистично. Потому что, если мы говорим о выборах, возвращаемся мэра Одессы, конечно, интересно бороться. Но это десятки тысяч избирателей. Это абсолютно несопоставимые финансовые, которые потом неизвестно окупятся или нет. А тут речь идет о тысячах. Это финансово и организационно реалистично. С одной стороны, опять же, возвращаемся, цена земли большая. Имеет смысл играться. То есть, возможность использовать изменения, вот эти изменения в законодательстве, она существует локально, вот только в таких, при стечении этих двух обстоятельств. Существование экономического интереса и реалистичность усилий. Это два момента. Третий момент еще, который создал эту ситуацию. Безнаказанность. Мы что, первый раз слышим про скандалы в Затоке на выборах? Или у нас первый раз скандалы в Таирово на выборах? Кого-то привлекли к ответственности за эти годы? Я не помню ни одних местных выборах, когда в Затоке было бы вопросов по фальсификации, не фальсификации. Ни одного человека не привлекли. Безнаказанность. Это третий фактор. Я готов поспорить, что сейчас в этих процессах участвуют те же люди или в том числе те же люди, которые участвовали и в прошлых. Каким образом с этим бороться? Полиция должна с этим бороться. Потому что если люди массово перепрописываются, нужно, это же не просто так они решили. Вот сегодня проснулись и им приснился сон, что встань и иди. Это кто-то организовал, кто-то заплатил деньги. Даже если юридически там есть все документальные основания для того, чтобы формально сменить их местное голосование, то вполне возможно, что и скорее всего этот процесс может быть организованным и оплаченным. И полиция должна эти моменты расследовать и, наконец, привлечь к ответственности тех, кто этим занимается, если оно действительно имеет место. Очень похоже на то. Анатолий, спасибо большое за очень важные разъяснения. Как обычно, мы с вами не успели рассмотреть все планируемые мной вопросы. Но я очень надеюсь, что до начала голосования, до дня голосования мы с вами встретимся. С удовольствием. А может быть и не раз. И мы все-таки еще и рассмотрим остальные вопросы. Потому что в этот раз Украина находится в уникальной ситуации. Во-первых, мы голосуем в условиях пандемии и эпидемия коронавируса растет. Во-вторых, не вся Украина голосует полностью. И это отдельная тема. И много-много-много вопросов, которые касаются избирательного процесса в общем. Хочу подчеркнуть, что это действительно очень важный момент в нашей жизни, когда мы можем что-то поменять. И к этому надо относиться очень серьезно. Поэтому оставим эти наши вопросы для последующего рассмотрения в нашей последующей встрече. Вам сегодня огромное спасибо. И вам. Всего доброго, успехов и до встречи. Благодарю. Что ж, уважаемые телезрители, наша программа подошла к концу. Мне остается напомнить, что сегодня в гостях у нас был глава Одесской областной организации и комитет избирателей Украины Анатолий Бойко. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»